Паша, Лика, здравствуйте! Я вспоминаю 1942 год. В этот день мы тогда скучали. Папа же был на фронте. Мы, это я и моя подружка. Кстати, ее звали тоже Вика. И мы скучали. Папы не было, он был на фронте. И сидели мы тогда во дворе. Но не на скамейке, а на дереве. И читали папины письма с фронта. И я тогда говорю, Вика, а давай мы убежим на фронт и будем сражаться с нашими папами. Хорошая идея, по-моему. Как вы думаете? Да. Вот, нам тоже показалось замечательной идеей. Но мы тогда решили, но перед тем, как убежать из дома, да, нас бы точно мамы не отпустили, и мы им не хотели об этом говорить, мы решили подготовиться. Правильно же мы так? Правильно? Нужно же подготовиться. Что нужно? Вот мы тогда решили узнать, а что солдат берет с собой на фронт? Вещь-мешок. Да. А что он туда кладет? Что ему пригодится на фронте? Ну, подожди, подожди, подожди. Нитки-иголки. Это не самое важное. Потом солдат, да. Но мы говорили про медсестру, правда же, Вика? И вот мешок у солдата, правда? Вещь-мешок у медсестры. Но у медсестры еще есть что? Медсумка. Медсумка, точно. И вот надо было разобраться, что берет с собой солдат и кладет в вещь-мешок, что ему пригодится, а что пригодится еще и медсестре. Потому что ей нужно что делать? Оказывать помощь раненым. Правда же? Вот. И, кстати, вам сегодня, если это интересно, предстоит самим в этом разобраться. Ну, я вам подскажу. Да? И поможет нам сегодня здесь, в этом экспозиция Музея обороны Москвы. Согласны? Да. Отлично. Ну что ж, сейчас вам предстоит пройти на экспозицию Музея обороны Москвы, найти вещь-мешок, найти санитарную сумку. Вы пойдете впереди, наверное, а я уж с вами. Я не смогу вас догонять, но мы там встретимся. Ну вот, ребята, теперь мы в музее. Здесь мы и найдем медицинскую сумку и вещь-мешок, настоящий военного времени. Но это будет непросто. Но у нас будут две загадки к каждому. Мы узнаем ответы, и эти ответы нам будут подсказками. Две загадки для Вики. День и ночь ведут борьбу. Раненых спасают. И на фронте, и в тылу в строй их возвращают. Медсестры и врачи. Правильно. Запомни. Летит, лает, падает, рассыпается. Бомба. Отлично справилась Вика. Ну, а Паша, тебе две загадки. Первое. Прежде чем идти на бой, меня пускают на разбой. Это? Артиллерия. Чтоб сильна была империя, нужна сильная? Артиллерия. Да, артиллерия. Запомни, нам надо найти на экспозиции Музея обороны Москвы артиллерийское орудие. Для чего? Там будет вещмешок. А тебе? Бомбу. Бомбу. И там будет медицинская сумка. Ну что, не будем терять времени. Пошли посмотрим, где тут что. 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 Вика и Паша, я вас не дождался. Жду вас у плаката. Подсказка внизу. Ваш дедушка. Я знаю, где это. Я тоже знаю. Побежали. Вот, нормально. Нашли медицинскую сумку и вещмешок нашли. Но осталось разобраться, что же солдаты брали с собой на фронт и клали в вещмешок и медицинскую сумку. Паша, сначала разберемся, что брали в вещмешок. Давай пойдем сюда взглянем. У нас здесь на витрине, посмотри, есть какие вещи. Посмотри, пожалуйста, Паша, какие вот из этих предметов пригодились бы нам на фронте? Пилотка. Конечно. Пляжка. Точно, для воды. Ложка и тарелка. Точно, есть еще. Весь мешок. Весь мешок у тебя уже есть. Так, и? И одежда. Одежда. Так, ну, наверное, этого недостаточно, да? Да. Недостаточно. Я думаю, что солдату бы еще нам, когда пошли бы на фронт, помимо вещмелька, погодилась бы плащ-палатка. Потом довольствие. Еда нам нужна? Да. Точно, еда нужна. Потом ремонтировать, если у нас одежда порвалась, там какие-нибудь иголки, нитки, да? Да. Пригодились бы. Чтобы внешне нам хорошо, красиво выглядеть, сапоги надо почистить? Да. Щетка, гуталин, щетка для одежды. Точно? Ну, и, наверное, боевой комплект, правда? Да, правда. Ну, примерно вот такое количество вещей. Ну, а вот что еще солдат мог с собой взять, кроме самого необходимого? Скрипку. Скрипку? А скрипка зачем в бою? Ну, чтобы было настроение. Да. Вот после боя сыграть на скрипке, вернуться в мирное время, вернуть себе настроение. Вспомнить, за что воюешь, за красоту, да? Чтобы жить с красивой музыкой. А что еще может быть? Фотографии. Точно. А фотографии для чего? Чтобы смотреть на них и вспоминать семью. Семью, родных, близких. Да, без этого тоже никак. Хорошо. Вот это бы мы взяли с собой и в мешке с собой бы взяли на фронт. А вот в медицинской сумке у медсестры. Что, какие вещи могли бы быть? Сложно сказать, правда? Надо найти это все у нас в музее. И тогда будет нам все понятнее. Ну, а как найдешь? Есть одна подсказка. Там у тебя на сумке что? Красный крест. И на сумке в нашем музее тоже должен быть красный крест. Ты не видела такого места без красный? Красный крест стоит? Я видела это место. Покажешь нам? Покажу. Пойдем туда. Пошли. Молодцы, быстро вы все нашли. И вещмешок, и сумку медицинскую. Ух ты, а это настоящая медицинская сумка времен войны. Кстати, Вика, давай посмотрим, что же у медсестры там было. Можешь что-нибудь здесь мне назвать? Патроны? Патроны, нож, щетка. Все ли это нужно было медсестре? Или что-то особенное нужно было медсестре? Наверное, медсестре не все, что здесь у нас есть, было нужно. Ну, скажем, зубная щетка – да. Вот эти ампулы – да. Ну, вообще, помимо сумки как таковой, у медсестры там был раствор йода, нашатырный спирт. Ну, вдруг надо привести в чувство солдата, да? Ну, и такое вещество, как кофеин, чтобы обезболить какую-нибудь операцию солдату. Бинты марлевые, повязки. Ну, мы сюда это все не смогли положить. Булавки безопасные, крепить разные повязки. Пакет перевязочный. Нужно же, да? Вот все, что пригодилось бы. Пластырь, жгут кровоостанавливающий, нож. Вот нож – это точно нужно будет. И у нас ножницы здесь еще есть. Ножницы нужны, если вдруг голенище сапога разрезать, потому что в ногу ранение. Да? Вот такими большими можно и не только бинт, но и голенище сапога разрезать. Ну, вот примерный набор вещей, которые могли бы медсестре пригодиться, чтобы оказать помощь раненому бойцу. Ну, вы большие молодцы. Так быстро все нашли. Таких смелых и ловких, быстрых на фронте посылали обычно за линию фронта, чтобы добывать нужные сведения. Замечательно. Молодцы. Ну, давайте пойдем дальше. Вика, Паша. Что ж, среди всех этих вещей нам понадобятся именно те, которые нам надо взять на фронт. Ну, а вы теперь уже знаете, какие именно нам надо взять на фронт. Так что давайте не терять времени. Кто быстрее возьмет вещь-мешок, сумку и нужные вещи, которые пригодятся Паше на фронте и медсестре Вике на фронте. Берете отсюда и вот там складываете. Паше на фронте. Отлично. Так, начнем с медицинской сумки. Вика, ну что ты берешь с собой? Так. Жгут. Жгут, да. Это? Бинт. Бинт клади, обязательно замотать рану, пригодится. Ножницы. Ножницы, бинт отрежем, да. Дальше что у тебя? Пакет перевязать. Угу, конечно же. Потом салфетки я вижу. Косынки. Точно. Это у тебя что? Ну, косынка. Косынка, да? Так, это важная вещь. Потом ножик клади, конечно, ножик. Голенище сапога разрежем. Вот, еще один ножик. Это уже серьезнее, если порезать надо будет, скажем, какая-нибудь вещь. Жгут отрезать. Жгут отрезать. Жгут отрезать. Да, утешить, скажем, раненого пригодится. Исполним какую-нибудь ему вещь, чтобы ему не больно было. Это что у тебя? Так. Ага. Аммиак. 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 Да, ну ты знаешь, как медик, для чего это. И пластырь. Пластырь. Булавка. Нужная вещь. Ну что ж, кофеин пригодит. Нужно, да? Это добавляем как лекарство. Потом наш отвертный спирт. Да, бывает, что нужно привести человека в сознание. Ну и, конечно же, вата. Но я думаю, что вот как раз то самое, что мы с тобой видели и в музее, и в списке вещей, которые должна иметь с собой медсестра. Я помню, что мы когда собирались с Викой, вот у нас не было столько. Но все самое необходимое у нас было собрано. Ну а, Паша, у тебя вещь-мешок. Ну что, Паша, нам пригодилось бы на фронте. Ближе к спине положим... Нательное белье. Молодец. Действительно. Хорошо, что ты не забыл. Нательное белье надо медь. Подожди, вот тут еще что-то помягче, да? Это что ты взял с собой? Полотенце, наверное, да, я вижу? Отлично. И вот эта вещь отдельно. Давай-ка ее положим отдельно, чтобы не потерять. Это все к спине, чтобы спину не терло. Что ты еще взял? Плащ-палатку. Плащ-палатку, подожди. Давай ее положим отдельно. Так, из тех, что тут вещи? Посуда. Посуда. Я помню, мы тогда тоже с собой много взяли посуды. И нам она пригодилась. Давай, конечно, ложка. Так, что еще? Фляжка. Фляжка для воды. Отлично. Что-то не забыл. Котелок. Котелок тоже здесь будет. Отлично. Тогда мы... Это, помнишь, мы говорили, сапоги с собой чистить, когда возьмем. Потом это нам понадобится пришивать воротничок. Да? И вот это, наверное, тоже, да? Это очень важная вещь. Запас. Боевой комплект. Пять патронов. Для начала хватит. Тут что? Щетка. Щетка, конечно. Помнишь? И мыльница. Ну, каска тоже. Узел, вещь мешка особенный. Его называли коровий узел. Вот так вот. Я уже забыл, наверное, как это было-то во время войны. Как тогда мы были. О, вспомнил. Вот делалась такая петля. Вот. И одевалась на горловину мешка. То вот такой узел использовался. Отлично. Собрали и сумку, и вещь мешок. Ну что ж, можно двигаться к вокзалу или что-то еще. А как же форма? А как же оружие? Как же я мог забыть? Оружие получим на фронте, а форму оденем прямо сейчас. Опа! Быстро вы собрались. Не прошло и пяти минут. Готовы? Тогда к поезду. Туда. Пошли вперед. Вот он стоит в вагоне. Ну, Паша, ты первый. Давай я тебе дам подножку. Отлично. Вика? Отлично. Ножки. Ну вот, ребята. Мы тогда с Викой, так же, как и вы, забрались в вагон в пять утра. В пять утра. Я старался не опоздать. Как и Паша. Не мог же я и Паша сегодня допустить тогда, чтобы Вика уехала на фронт одна. Забрались мы в вагон и ждали, пока подойдет паровоз, чтобы отправиться на фронт. Ну, у нашего вагона нет паровоза. Но есть свистки паровозные. И один длинный свисток означал начало движения. Давайте дадим длинный свисток, и паровоз тронется. Поехали! Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok